Время по гримичу. Время слушать и слышать собеседника. Эскалация. Слово, которое с плохо скрываемым ужасом повторяют ведущие политики в западных столицах после того, как Иран подверг Израиль беспрецедентной атаки. Затаив дыхание, мир ожидает ответных шагов. Что дальше? Этот и другие вопросы мы обсудим сегодня в нашей передаче. Оставайтесь с нами. На ликвидацию высших командиров стражей революции в консульстве в Дамаске Иран ответил Израилю мощным ракетным обстрелом. Напряженность между Тегераном и Иерусалином назревала последние десятки лет. Но напрямую конфронтацию Тегеран не решался. Что ж, сегодня я пригласил к участию в передаче экспертов, с которыми хотелось бы обсудить значительное обострение ситуации на Ближнем Востоке. К нам присоединяется бывший посол Израиля в Москве, ее преисходительство Дорит Голлендер. Из Москвы политолог, эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации Руслан Сафаров. И еще один политолог, профессор Израильского университета Бар-Илан Зев Ханин. Независимый британский журналист Рама Рахимпур присоединяется к нам в записи. И здесь со мной в студии бывший глава вещания Би-Би-Си на Советские Союзы страны Юго-Западной Азии Дэвид Мортон. Уважаемые гости, приветствую вас, рад вас видеть. Давайте начнем с того, что напомним, что же произошло несколько дней назад, когда более 300 средств массового поражения были направлены из Ирана на Израиль. Давайте послушаем. В ночь на 14 апреля со стороны Ирана, Ирака, Сирии и Йемена по Израилю в разное, четко спланированное время было выпущено три вида средств поражения. 170 беспилотных летательных аппаратов, начиненных взрывчаткой, 30 крылатых ракет, 120 баллистических ракет. Подавляющее большинство из всех этих средств поражения были уничтожены американской и британской авиацией, а также системами израильской ПВО, так и недолетев до территории Израиля. Отражению атаки также способствовали и Ордания, Франция и Саудовская Аравия. Территорию Израиля достигли лишь семь крылатых ракет, которые либо были сбиты, либо упали на открытой местности. Лишь одна баллистическая ракета достигла израильской военно-воздушной базы «Ниватим» Центра стратегической авиации Израиля. В результате падения обломков сбитой ракеты была тяжело ранена семилетняя девочка. Системы израильских ПВО также предотвратили попадание ракеты в одну из важнейших мусульманских святынь – мечеть Алакса в Иерусалиме. Весь мир обошли кадры взрыва сбитой ракеты, над этим одним из главных мест поклонения всех мусульман. Западные лидеры во главе с президентом США Байденом назвали отражение атаки победой Израиля и призвали правительство на Тиняу воздержаться от ответных действий. Иерусалим ответил молчанием. Такая неопределенность не предвещает ничего хорошего. Итак, более трехсот средств массового поражения были направлены напрямую из Ирана на Израиль. Госпожа Голлендер, первый вопрос к вам. Напишите, пожалуйста, ваши ощущения, когда вы узнали, что находитесь под огнем более чем трехсот ракет. Пожалуйста. В первом долгом здоровую со всеми участниками этой программы. Я уже говорила в одной из передач, которая на днях также транслировалась в эфире. Действительно, что в субботний вечер он был чрезвычайно напряженным. Он был напряженным для Израиля. Я думаю, что для многих евреев, находящихся в разных странах мира, также была напряженность, потому что эта напряженность была вызвана некой неизвестностью. Мы знали только одно, что Израиль абсолютно готов к этому обстрелу. Израиль – страна, которая умеет не только обороняться, но и страна, которая умеет защищаться. И, если это будет необходимо, всегда сможет ответить необходимым для нее шагом. Я уже подчеркивала и сегодня хочу подчеркнуть, что 13 апреля может войти в историю. Может войти в историю мировую, которая отметит, что сила Израиля, ее защита, ее оборона, ее возможность технологическая сегодня превосходит многие страны мира, если не все. Поэтому отказываться или говорить о том, что этот вечер был обычным израильским вечером до последних полгода, потому что мы находимся все-таки в состоянии войны. Но впервые до Израиля были выпущены ракеты из другой страны. И это уже конслирует другого характера. Но для вас это не первый раз быть под обстрелом. Если можно коротко, опишите, сколько лет вы испытываете такого рода обстрелы, пусть и напрямую, не напрямую из другой страны. Но, по крайней мере, в вашем. Вы знаете, мы в эти дни вспоминали 1991 год, когда Израиль обстреливался ракетами с Адама Хусейна. И мы заклеивали окна, и не было герметизированных комнат. И это был год репатриации. В стране было много новых репатриантов. И мы каждый раз, когда звучала сирена, мы начинали обдванивать наших друзей, сообщать им, как они себя должны вести. И, конечно, не было столько возможностей оборонительных, как сегодня. Но я в Израиле живу 56 лет, и каждый раз, проходя какие-то военные действия, приходится воспринимать это как не только из-за себя и своих детей и внуков. Это просто переживание за страну, единственную еврейскую страну в мире, которую мы любим, которая с момента ее создания достигла потрясающих успехов. Кстати, в Организации Объединенных Наций в 1948 году было объявлено о создании двух государств для двух народов. Но арабские люди, конечно же, на следующий день начали войну, которая вошла в историю как войны за независимую. Так что для вас находиться под обстрелом не ново. Вы знаете, что такое находиться под обстрелом. Это неприятно, но это не ново. Я хочу только отметить один факт, что ни одна из бой не была начата Израилем. И поэтому все демонстрации, которые проходят на площадях и в Иране, и в Газе, и они ликуют, что если вдруг на нашей территории происходят какие-то потери или обстрелы, это уже привычная для Израиля история. Мы прекрасно видим также, когда Израиль отвечает и ведет настоящую войну против террористов, а это воспринимается уже совсем иначе. И начинаются крики о том, что Израиль агрессор. Спасибо. Я вернусь к этому вопросу. Одну фразу я завершу мое вступление. Эта фраза заключается в том, что люди, сидящие в Иране, они просто такие же террористы, которые находятся на территории. Это мое личное мнение, потому что стрелять по Иерусалиму, пускать ракеты в Иерусалим, самые святые места, которые так важны для арабов. Я думаю, что люди со здравым смыслом этого делать бы не делали. Вы меня плавно подвели к моему следующему вопросу, потому что я хочу послушать сейчас мнение журналиста, которая родилась в Иране, но работает в Великобритании. Это Рана Рахимпур. Я ее попросил рассказать, какие чувства испытывает сейчас население в Тегеране. Наш с ней разговор я предзаписал перед этой передачей. Пожалуйста. Тревога и стресс. Многие люди обеспокоены тем, как Израиль может ответить на атаку Ирана. Иран очень большая страна, и разные люди очень по-разному относятся к тому, что произошло в последние недели. Очевидно, что режим и его сторонники очень довольны. Они похлопывают друг друга по плечу. Они считают это демонстрацией силы и очень этим гордятся. На улицах начались празднования. Считают ли власти, что цель достигнута, и если да, то какова была истинная цель? Сторонники режима и власти считают, что цель достигнута. И целью, по их мнению, было показать силу и отомстить. И, похоже, они очень довольны результатом. С первых часов после запуска беспилотников они заявили, что это очень ограниченная атака, и они просто хотели показать, что способны совершить подобную атаку. Так что в этом смысле они считают, что дело сделано, и жизнь в Иране сейчас во многом возвращается в нормальное русло. Но так ли думают все иранцы? Нет. Многие иранцы не уверены в том, что эта атака стоила того, и что Ирану вообще следовало отвечать местью. Значит, есть разница между тем, что думают о нападении сторонника режима, и тем большинством, я думаю, иранцев, которые, я бы сказал, в настоящее время выступают против режима и АТО. Это абсолютно верно. Верно. Таких иранцев много. Очевидно, что у нас нет цифр. Мы не можем проводить опросы, но кажется, что они в большинстве своем не поддерживают режим и очень возмущены тем, как Иран отреагировал, потому что они не хотят войны. И на самом деле они выступают против вовлечения Ирана в дела на Ближнем Востоке. Они выступают против поддержки Ираном Хамаса в Газе и Хизбаллы в Ливане. Они считают, что это не их война. И именно такую информацию мы получили от многих из самого Ирана, в то время, когда кадры празднования демонстрировались в западных СМИ. Именно тогда многие люди написали нам, что ликующие на улицах – это не настоящий Иран. Это меньшинство. Как вы думаете, что сейчас происходит за кулисами? Какие дипломатические усилия предпринимаются, если они вообще предпринимаются, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию? Мы знаем, что у министра иностранных дел Ирана был очень напряженный период. Он разговаривает по телефону со многими своими коллегами. Мы знаем, что многие представители власти и послы пытаются дать понять другим странам, что Иран очень доволен достигнутым, но они не хотят эскалации ситуации. Поэтому в данный момент мы наблюдаем посредничество многих стран, которые пытаются избежать дальнейшей эскалации и проблем на Ближнем Востоке, независимо от того, остановит ли это Израиль от ответных действий. Об этом еще очень рано говорить. А вот пойдет ли Израиль на решение ответить Ирану без поддержки США и других европейских стран – это главный вопрос, на который многие хотели бы знать ответ. Мой последний вопрос. Иран давал понять, что как государство он не хочет никакой войны с Израилем. Теперь впервые в истории он вступил в прямую конфронтацию с Израилем, чего Иран пытался избежать любой ценой, всегда действуя через прокси. Теперь это прямая конфронтация. Насколько вероятна война в ближайшем будущем? Это определенно более вероятно, чем неделю назад. Я надеюсь, что все люди, которые пытаются избежать эскалации и вызвать новые проблемы на Ближнем Востоке, будут обладать достаточным влиянием, чтобы отговорить Израиль от каких-либо действий. Но сейчас мы живем в новую эпоху. Произошло то, что до сих пор эти страны были вовлечены в прокси-воины. Поэтому на протяжении многих лет Израиль атаковал иранских прокси в Сирии и других странах. А Иран отвечал на израильские атаки в других странах, но не напрямую. А сейчас – первый случай с 90-х годов, когда государство напало на Израиль, и обе стороны дали понять, что хватит притворяться. Они будут напрямую отвечать на любые нападения, на их интересы в других странах мира. Это делает ситуацию очень напряженной. Что-то сломалось в механизме понятий. Существовала красная черта, которую обе страны старались не пересекать. И вот сейчас эта красная черта – нападение на другую страну с ее собственной территории – была пересечена. И мы не можем вернуться назад. И именно это будет вызывать беспокойство в ближайшие недели и месяцы. Мнение британского журналиста Раны Рахимпур. Российский МИД отреагировал на последние события весьма своеобразно. Иран имеет право на самооборону. Такая реакция Москвы значительно отличается от того, как оценили атаку и обстановку на Западе. Господин Сафаров, вас удивила официальная реакция Москвы? Пожалуйста. Нет, абсолютно не удивила. Более того, я вам могу сказать, что, конечно, я соболезну гражданам Израиля, которые пережили сложную ночь. Но давайте разберемся, почему, собственно говоря, Иран вдруг так ни с того ни с сего, как говорила предыдущая гостья из Лондона, ни с того ни с сего, начал вдруг атаковать Израиль. 1 апреля произошло нарушение Венской конвенции. Израиль обстрелял дипкорпус Ирана в Сирии. Собственно говоря, это нарушение международного права. Иран обратился в Организацию умеренных наций с просьбой осудить эти действия. Это не произошло. После чего Иран, собственно говоря, предпринял то, что предпринял. То, что касается атаки Ирана, я могу сказать, что это была абсолютно ювелирная операция с точки зрения того, что Иран рассчитал силой возможности железного купола израильского. Заблаговременно все игроки в регионе были предупреждены о том, что будет произведена подобная атака. Единственная, собственно говоря, демонстрация силы Ирана заключалась в том, что Иран в данном случае продемонстрировал свой гиперзак. То есть послать сигнал, это была намеренная операция, послать сигнал, но ни в коем случае не причинить значительный урон Израилю. Совершенно верно. В данном случае здесь все было рассчитано на то, что Израиль спокойно сможет от этой атаки отбиться, за исключением гиперзвука. Собственно говоря, протестировали его иранцы достаточно успешно. До цели все ракеты добрались. Поэтому это сигнал, который поступил в первую голову даже не западным Иерусалиму, он поступил в первую очередь в Вашингтон. Именно поэтому потом была такая позиция Байдена. Вы знаете, что состоялся звонок между господином Нетаньяго и президентом США Байдена. И Байден объявил, что давайте признаем, что это была победа Израиля, и на этом как бы остановимся. И надежда Тегерана сейчас... Я позволю закончить. Да, пожалуйста. Дело все в том, что и США, и Иран не заинтересованы в развитии войны в регионе. Это не нужно ни Тегерану, ни Вашингтону. Поэтому, соответственно, здесь их позиции совпали. И я думаю, что в Вашингтоне все испытали, что называется, чувство глубокого удовлетворения, что иранцам эта операция таким вот ювелирным образом удалось. Вы считаете, что инцидент исчерпан, и иранская сторона дает понять, что все, она больше не хочет предпринимать никаких усилий, чтобы отомстить гибель своих высших командиров в так называемом консульстве в Дамаске. Иранская сторона об этом заявила официально, и сейчас мяч находится на стороне Израиля. Сейчас все в руках Израиля. Израиль может произвести эскалацию, нанеся, например, удары по территории Ирана, и тогда будет эскалация. Но здесь надо понимать, что Израиль очень серьезно в этой ситуации рискует остаться в одиночестве. Потому что то, что здесь продемонстрировали американцы, британцы, французы с точки зрения отбивания вот этой атаки, защиты Израиля. Это была часть, что называется, вот этого плана. Поэтому Иран заблаговременно предупреждал, что ниоткуда эти дроны полетят. Если же здесь Израиль решит нарушение, так сказать, рекомендации из Вашингтона допроизводить атаку на Иран, то здесь уже у Израиля будут очень серьезные риски. Здесь хотелось бы, чтобы в Тель-Авиве, но я, собственно, слышал заявление уже господина Нетаньягу, что ответа не будет. Но будем надеяться, что на этом инцидент действительно будет исчерк. Профессор Ханин, как, по-вашему, должен сейчас ответить Израиль или нет? Какие решения будут приниматься сейчас в Иерусалиме? Последует ли рекомендациям и увещеваниям Байдена и других лидеров западной коалиции? Или все-таки решение принимает Израиль самостоятельно от своих друзей? Ну, скорее всего, или. Все то, что в конце Вашей фразы после или. Если позволите, я немножко прокомментирую позицию, которую изложил московский коллега. Ну, начнем с того, что Венская конвенция, которую он упоминает, решительно запрещает, насколько мне известно, использовать институции дипломатические как крышу для подрывной, военной и прочей деятельности, хотя, конечно, она достаточно широко для этого используется. По сути дела, тех, которых он назвал ни в чем не повинными, ликвидированными иранскими дипломатами, являются высопоставленными офицерами, генералами корпуса стражей исламской революции, точнее, его подразделения зарубежных операций, те, которые координировали действия, обстрелы территории Израиля. Прежде всего, с помощью, разумеется, иранских прокси, это вот шиитских и других проиранских милиций на территории Сирии, а также южно-ливанской кизбаллы, так сказать, вишенка на торце этих вот иранских прокси. Так что, в данном конкретном случае, эти джентльмены получили то, во что подписались. То есть, то, что вы утверждаете, что при уничтожении консульства погибли только высшие офицеры. Разумеется. Я не имею в виду приключения. Одну секунду, одну секунду, одну секунду, не все вместе. я не называл погибших невинными людьми. Я сказал, что была произведена атака на дипломатический корпус. Я сказал, что была произведена атака на дипломатическое строение. Уважаемые коллеги, я прошу вас еще раз. На дипломатическое здание, которое считается... Я прошу прощения, профессор. Здание, которое считается территорией Ирана по Женевской конвенции, но тем не менее, в нем не было ни одного дипломата, и ни один дипломат при этом не погиб. Ни один дипломат не пострадал, и это еще, так сказать, усиливает вопрос с территории какого государства был нанесен удар или координируется враждебные действия против Израиля, тем более, если территория консульства, это не посольство, насколько я знаю, Но вы не ответили... Профессор Ханин, пожалуйста, вернемся к моему вопросу. Как ответит Израиль? Вот это мой ответ. Как ответит Израиль? Четко сочетается с вашим вопросом. Ну и второй момент. Железный купол тут ни при чем. Была задействована многоуровневая система обороны. Железный купол это структура, это система, которая предназначена для уничтожения снарядов ближнего радиусодействия. Здесь был задействован совершенно другой уровень от, так сказать, тех, которые сбивают ракеты в стратосфере до то, что называется крылатых ракет и так далее. В этом, понятно, большую роль сыграли и союзники Израиля, это и Великобритания, и Соединенные Штаты, и Ордания. По некоторым данным также принимало участие, принимали участие ПВО Саудовской Аравии, но значительная часть всего этого была сбита до попадания на территорию Израиля, а также в израильском небе, израильскими системами ПВО. Говорит о том, что это исключительно попытка, так сказать, отыграть номер, не нанеся ущерб Израиля, я не нахожу там, никто из наших военных экспертов не находит там никакой ювелирной индустрии. Атака была на территорию Израиля, она не удалась, точка. Теперь к вашему вопросу по поводу того, как будут работать дальше. Понятно, что иранцам нужно было сохранить лицо. По их командованию был нанесен удар зарубежных операций, передавать ответные действия своим прокси, это было бы уже не комильфо, или как там в Москве говорят, не по-пацански. Так вот, соответственно, они должны были как-то отыграть номер сами. Понятно, что они не были заинтересованы в том, чтобы войти в полномасштабный конфликт, в полномасштабную войну, то есть еще одним фронтом, наряду с фронтом Гази, на севере Израиля против Хизбаллы, на востоке, в этих самых арабских, арабоязычных анклавах, иудеи и самарей, то, что в мире называют западным берегом реки Иордан, прежде всего, речь идет, понятно, о ячейках Хамаса и прочих террористических группировок, поддерживая Ирану в том числе, которые действуют там, и в дополнение к этому открыть еще один дополнительный фронт. Понятно, что Иран в этом не заинтересован, по большому счету, Израиль в этом не заинтересован, но, коль скоро слово сказано, то на него должен, видимо, последовать ответ. Израильское общество, опросы пока не опубликованы, я думаю, не будет к концу этой недели, в большинстве своем, насколько мы можем судить, требует от своего руководства использовать ситуацию, очевидное и всем понятное, открытое, без прикрытия всеми этими прокси и сателлитами, агрессия против независимого, единственного демократического на Ближнем Востоке либерально-демократического государства. Спасибо, спасибо, профессор. Многие израильтяне полагают, что, простите? Спасибо, спасибо, я хочу подключить еще одного. Спасибо за что? Я не закончил. Секундочку, вы закончите, у нас передача не резиновая, она имеет какие-то параметры, я хочу подключить еще одного участника. Я должен все изложить, но нет. Если можно, потому что вы упомянули коалицию, которая отразила этот удар, это был не один Израиль, вы, кстати, упомянули систему, которую вы, очевидно, назвали, это имеется в виду «Проща Давида», которая сейчас, очевидно, будет востребована на военном, на рынке военной продукции. Но вы упомянули коалицию Соединенные Штаты, Великобритания и Ордания. Даже Саудовская Аравия в какой-то степени это очень важная коалиция не только западных стран, но и арабских стран. Но это такая импровизированная коалиция, я бы сказал. Однако министр иностранных дел в Великобритании, министр иностранных дел в Великобритании лорд Кэмерон призывает сейчас израильтян действовать несообразно велению души, а с холодной головой. Дэвид Мордом, что вы думаете, как должен отреагировать сейчас Израиль? Горячим сердцем или холодной головой? Мне это советовать Израилю очень трудно. Я бы очень надеялся, что они бы очень осторожно подошли к этому вопросу, что я уверен, не будут делать. Единственное, что меня беспокоит немножко, это история Нитаньяху, которая имеет очень старую историю подозрения к Ирану и которая, может быть, увлечется возможностью что-то делать против Ирана и не слушаться мнению американцев или британцев или французов. Я бы хотел делать одно маленькое замечание. Мы говорим о том, что все хотят отправлять сигнал, наверное, сигнал сдерживания друг к другу, но очень маленькие факторы могут играть в этом. Кроме этой одной девушки на юге Израиля, никто не пострадал. девочка семилетняя в тяжелом состоянии была, я не знаю, жива ли она. Я не знаю, но это, конечно, трагедия, но одна жертва, только одна жертва. Иранцы не могли знать заранее, что никакое, никакое из этих летательных объектов не будет делать гораздо более смерти, получилось. Если бы, скажем, 10 израильтян, 20 израильтян, 30 израильтян погибли во время этой таки, мы бы говорили совсем по-другому сейчас. Это было бы абсолютно неприемлемо, надо, чтобы Израиль что-то предпринял, и я не уверен, что Байден в таком случае будет абсолютно препятствовать Израилю в своих дальнейших действиях. Но самое важное во всем этом, мы играем почти, и все эти государства в этой очень сложной арене, мира, играют с такими расчетами, на которые никто не может действительно рассчитывать. Мы не знаем, какой будет следующий поступок, и это очень напоминает то, что получилось накануне Первой мировой войны в Англии, во Франции, в Европе. Никто не знал, как и что будет. Боялись все что-то, в 1914 году, конечно, трагически кончилось. И эта трагическая кончина нельзя исключить здесь. Дэвид, представим себе, вы сейчас сидите на заседании военного кабинета Израиля, вы должны порекомендовать господину Антон Ягу, что делать? Я бы сказал, в трех словах, что делать? Сдерживайтесь, останьтесь на месте, ничего не делайте, вы можете подбирать в свой момент потом. И он скажет, Дэвид, вы мне рекомендуете сдерживаться, потому что погибло недостаточно израильтян, или не погибли израильтяне, или только одна девочка. Я приветствую тот факт, что фактически никто не пострадал. И поэтому иранцы, может быть, очень хорошо сыграли, но это случайно, это случайно. Господин Сафаров, ваши рекомендации Бенемину Антон Ягу в этот момент на заседании кабинета министров Израиля? Ну, я бы посоветовал этим, как и мой британский коллега, не очень хотелось бы советовать что-то израильским дипломатам или израильтянам, они, думаю, без нас разберутся, но я бы посоветовал ему только одно, здесь поддержу британского коллегу сдержанность. Есть варианты ударов со стороны Израиля по там, иранским прокси и так далее, которые уже в Тегеране будут восприняты как попытка снижения эскалации и точно так же будут восприняты в Вашингтоне, в Москве и в Пекине. Поэтому у Израиля, я поэтому говорю, что у Израиля точка бифуркации, он может выбирать, куда двигаться. Понятное дело, что если сейчас Израиль нанесет ответный удар по, так сказать, Ирану, ну, Ирану не останется вариантов, здесь придется действовать только уже по линии эскалации и двигаться вверх. И, конечно, никто из больших игроков этого не хочет. Я очень надеюсь, что в Израиле хватит мудрости в этой ситуации не двигаться по эскалационному сценарию, потому что это привнесет очень серьезные риски, по-настоящему серьезные риски для Ирана, для Израиля. Но для Ирана тоже, кстати. Профессор Ханин, я сейчас хочу подключить вас к заседанию израильского кабинета. Что вы порекомендуете Бенямину Натаньягу? Что он должен, по-вашему, предпринять в данной ситуации? Есть ли вопрос? Это вопрос мне? Да. Да, профессор. Это вам. Ну, смотрите. Как говорится, любой израильтянин профессор политологии, я еще и действительно профессор политологии, и каждый советует премьер-министру, точнее, каждый знает, как управлять государством. Я бы сказал, что он должен прислушаться к мнению двум мнениям, да, одной из позиций, которая так или иначе сейчас циркулирует по израильским общественным площадкам, израильском общественном мнении. Доли проценты, так сказать, проценты за каждый. Мы пока не знаем, опросы пока не опубликованы, но узнаем скоро. Так вот, один из вариантов это использовать дыночную ситуацию для решения одной, двух вместе не получится. Одной из двух проблем. Первая проблема это то, что коллеги называют эскалацией, да, хотя уж куда там дальше, это уже вполне все эскалировано. Понятно, что есть всякого рода ограничения, есть всякого рода опасения, правильнее сказать, что в случае израильского удара Иран ответит там многократно сильнее, чем он действовал в ночь на 14 апреля, но опять-таки понятно, что никто не будет ждать, пока, так сказать, Иран соберется и будет там действовать теми ресурсами, которые у него еще останутся. Вероятно, израильские военные знают, как действовать так, чтобы этих ресурсов осталось немного. Это очень расплывчатый, если позвольте, профессор, это очень расплывчатый совет. Вам сейчас конкретно надо сказать Бенемину Антаньягу, что он должен делать? Это то, что ему посоветует часть. Я бы ему посоветовал другую опцию. Другая опция. Сегодня у нас есть давление на наше военно-политическое руководство, в том числе и со стороны союзников, которые требуют немедленно свернуть операцию в секторе газа, не добив ТАМАЗ. И это то, на что израильское общество не готово в принципе. Отказ от жесткого удара по Ирану и тем более по иранским ядерным объектам. По-моему, никто в этом мире не сомневается, что так называемый мирный иранский атом, это прежде всего он имеет военную цель, так сказать, развивается для того, чтобы получить ядерное оружие. И на 95% они уже близки к этому. так вот, скажем, если пойти навстречу американским союзникам, британским союзникам, европейским союзникам, которые понимают, что в случае прямого военного столкновения масштабного Израиля и Ирана они стоять в стороне не смогут, есть взаимные обязательства и так далее. Но, скажем, тем же американцам крайне не хочется, я имею в виду Белому дому, начинать следующую американскую ближневосточную войну в разгар избирательной кампании, ну, точно до 5 ноября им этого не хотелось бы, то, соответственно, так сказать, цена вопроса может быть развязать Израилю руки в секторе Газа, чтобы добить Хамас, наконец. У них осталось в Рафехе или в Рафехе, как арабы говорят, в последний организованный очаг сопротивления, это может быть вполне приемлемая цена вопроса, плюс возвращение к тому уровню санкций против Ирана, которые американцы поддерживали во времена Трампа хотя бы до того уровня. Ну и, наконец, то, что касается Физбалы, не только военное, но и дипломатическое более мощное давление, это то, что может примирить израильтян и примирить премьер-министра действующего, которому очень непросто и с внутриполитической точки зрения в случае отказа, так сказать, от такого-то ответа, он получит обвал собственной коалиции, досрочные выборы не после войны, как требует большинство израильтян, а прямо сейчас, и стало быть, уход, если не из политической сферы, в целом, то, во всяком случае, точно следующее правительство возглавлять будет не он, то, если подобного рода соглашения и договоренность может быть достигнута, ну, я думаю, что большая часть израильтян будет готова это принять. Спасибо, профессор Ханнин. Дэвид Мортон, Великобритания, одна из главных участниц этой импровизированной коалиции, о которой мы говорили, которые защитили небо еврейского государства в ночь на 14 апреля. Министр иностранных дел Великобритании Лорд Кэмерон призывает действовать сообразно холодному разуму, холодному рассудку, ни в коем случае не сообразным велению сердца. В то же время Риша Сунак, премьер-министр Великобритании, находится сейчас под мощным давлением как оппозиционной партии и либористов, так и консервативной партии признать стражей иранской революции незаконной организации, террористической организации. Риша Сунак, который известен как ярый поборник Израиля, отказывается удовлетворить это требование. Что происходит? Почему? Я думаю, что это просто тактика. Он не хочет этого делать, потому что это будет усложнять британские отношения с Иранской республикой. И, может быть, какие-то контакты уже установлены. Если британцы будут поступать так, я думаю, что иранцы будут, конечно, очень и очень сердитые против британцев. Это просто не надо. Но это дипломатический ответ, потому что дипломаты всегда хотят избегать таких сложных факторов, как признание другого человека как террориста. Может быть, они есть террористы. Но дело не в этом. Дело в том, что это просто будет раздражать положение еще больше. Я понимаю, что это дипломатический ответ. Ириша Сунак, находясь в этой ситуации, несмотря на то, что он симпатизирует Израиля и дал приказ военно-воздушным силам защитить еврейское государство, он также должен думать и о ядерной ситуации, о развитии ядерной программы в Иране. И фактически лорд Камерон на днях сказал, мы поддерживаем каналы связи с Тегераном и пытаемся сделать все от нас зависящее для того, чтобы свернуть иранскую ядерную программу. Вопрос только в том, как долго это может продолжаться и удастся ли это Великобритании действительно побудить Иран не идти по пути развития ядерной программы, создания ядерной бомбы. Как по-вашему? Пока западные страны поощряют иранцев не идти по этому пути, это лучше. Я думаю, что в один прекрасный день или очень непрекрасный день иранцы могут разбираться по-другому, но пока они не хотят полностью конец всех отношений со всем миром, они хотят продолжать каким-то образом жить и чтобы поддерживать свою собственную позицию они должны иметь поддержку резонабельных людей и в этой категории сейчас находится и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Госпожа Голлендер, хочу вернуться к вам и спросить, как вы представляете себе роль России в этой ситуации? Что Россия должна, может или хочет сделать, чтобы предотвратить эскалацию? Явно заявление Москвы о том, что Иран имеет право на самооборону не произведет благообразного впечатления в Иерусалиме. В первом долгом это не единственное заявление России. Сегодня уже опубликовано о том, что министр обороны России господин Шойгу заявил о поставке Ирану самолетов, которые смогут помочь Ирану в войне в действиях Израиля. Это уже второй шаг, который был оглашен. И, конечно же, Россия сегодня полностью на стороне Ирана и является союзником Ирана. Очень прискорбно это слышать и знать, потому что развитие отношений между Израилем и Россией были долгими, медленными, но очень успешными. Нельзя забывать, что в Израиле живет немало выходцев из России, бывшего Советского Союза, и всегда тогдашние наши друзья Россия очень считались этим фактом. Сегодня же ситуация изменилась. Россия является отдаленной страной для многих стран, и единственный или один из немногих союзников России сегодня Иран. Насколько Россия сама захочет участвовать в этом, трудно предсказать, но то, что Иран будет поддерживать Россию, Россия будет поддерживать Иран, это на сегодняшний день однозначно. Сейчас очень можно использовать фразу «это все произошло не в вакууме». Я также позволю себе воспользоваться этой фразой и напомнить, что же привело к раскручиванию недавней спирали насилия. Все как-то в попыхах забывают о событиях 7 октября прошлого года. Мне хотелось бы напомнить о судьбе заложников, но напомнить не совсем напрямую. У нас есть кадры рассказывающие о том, как отец девушки, погибший от рук террористов, узнает, что в одной из лучших больниц Израиля лечат тяжело раненого террориста. Реакция отца в субтитрах вы сможете прочитать. Пожалуйста. террористов, террористов, террористов. террористов, 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 террористов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть на сегодняшний день Вы задавали вопрос Уважаемый госпожа послу По поводу позиции России Есть очень простая позиция России Она заключается в следующем Необходимо остановить кровопролитие В первую очередь Просто остановить Второе Сторонам сесть за стол переговоров Начать процесс по обмену Заложниками, которые есть Вы знаете, что ХАМАС требует, чтобы выдали Часть заключенных израильских тюрем и так далее Это позволит остановить кровопролитие Это позволит прекратить Вот эту мясорубку, которая там идет 7 октября Касательно того, что Россия сделала Какие-то однобокие шаги В адрес Ирана И тем более там что-то против Израиля Этого не было Я напомню, что Россия осудила действия Произошедшие 7 октября Более того, ваш покорный слуга Своим друзьям в Израиле Тогда написал самые теплые слова Потому что это было очень плохо Со стороны ХАМАСа Это было недопустимо Но здесь вопрос заключается в том Что Россия не может в данном случае Как и Китай Как и многие другие страны глобального юга Мы не можем в данном случае Делать заявление Не понимая того, что происходит в Газе Понимаете, ответ Израиля Он действительно непропорционален Я отмечу, что 14,5 тысяч детей За это время было убито Всего погибло порядка 37 тысяч Это данные Красного Креста Простите, я вас перебью Это очень важно Здесь очень важно ответить Вопрос пропорциональности Что такое пропорциональность В данной ситуации Это точно такое же число Убитых, изнасилованных И отрезанных человеческих Конечностей И зажаренных детей Нет, вы неправильно меня понимаете А что такое пропорциональность? Просто когда, условно говоря Произошло то, что произошло 7 октября Что мы все осуждаем И это подчеркиваю После этого не надо устраивать Ковровые бомбардировки городов Собственно говоря Вы все это видите Вот и все Поэтому в какой-то момент Любой стране Как бы она ни хотела Отомстить Как бы она ни хотела Проявить силу Надо проявлять мудрость Надо где-то уметь останавливаться Понимаете? Вот и все Поэтому вы говорите сейчас Вы показали Действительно душераздирающий ролик О отце, который потерял там ребенка Или он находится в заложниках Я не знаю Я не до конца понял Нет, это девушка Это отец погибшей девушки А он узнает Что один из террористов Происходит Я от души ему сочувствую Поверьте мне От души ему сочувствую Не дай бог никому Такое пережить Но мы можем точно так же Показать десятки тысяч Палестинских отцов Понимаете? Поэтому позиция России заключается Давайте остановимся Для начала Давайте просто прекратим воевать И сядем за стол переговоров Да, тяжело это будет выглядеть Да, это будут очень споры Но лучше, когда спорят дипломаты Чем когда спорят военные Там представители организованных Каких-то военных группировок И так далее Вот в этом Профессор Ханин Пожалуйста Давайте остановим военные действия в Газии И сядем за стол переговоров Что в этом нелогичного? Пожалуйста, профессор В этом нелогично то, что Примерно такую политику Израильское правительство Проводило на протяжении Более десяти лет Пытались поддерживать режим Мирного сосуществования С анклавом Радикально исламистских Анклавом в Газе Руководимым террористической Группировкой Хамас В надежде на то, что Логика развития событий Увлечет их в процесс В котором, естественно Даже не ожидая, что они признают Израиль Или подпишут с ним Какие-то отношения Взаимоотношения договора Нормализации И так далее И тому подобное Но, по крайней мере Будучи, так сказать Избранным правительством В этом самом секторе Они заинтересованы Не столько в Собственном, так сказать Выживании И собственном обогащении Там есть свои миллиардеры Насколько мы знаем Но и в том Чтобы каким-то образом Обеспечить Какой-то Более-менее приличный уровень Существования Собственному населению Прежде всего, кстати Израиль в этом Активно принимал участие Поставляя туда воду Товары гуманитарного спроса Электроэнергию Денежную наличность Лечил их Больных И раненых В том числе и террористов Как вы показали На этой картинке Один из известных Руководитель военного крыла Хамаса Был в израильской тюрьме Спасен, так сказать Ему провели Сложную нейрохирургическую операцию Ну и давал рабочие места Скажем Последняя Квота Была 50 тысяч работников Из газа Это 50 тысяч семей Это примерно Четверть населения Газа Кормилось За счет Трудоустройства В Израиле Спасибо Я хочу подключить Госпожу Голлендер Здесь Как дипломата Как дипломат Видите ли вы Шанс В дипломатическом Решении Ситуации С заложниками Можно ли И порекомендуете ли вы Остановить военные действия И приступить К дипломатическим Переговорам Во имя спасения Тех заложников Которые остались в живых Потому что Столько месяцев Идут военные действия А конца и края Этому не видно Пожалуйста Дело в том Что Ситуация такова Что не с кем Садиться за стол Переговорам Израиль Очень Предлагает Меры Которые С которыми Могут согласиться Люди Имеющие Какой-то Здравый смысл Но Члены террористической Организации КамАЗ И руководители Этой организации Отвергают Все предложения Кроме того Это Дикая игра По нервам Родителей Захваченных Детей Не предоставляются Списки Нельзя Говорить о том Кто Жив Кто ранен Кого уже Нет в живых И мы знаем Что Многих Захваченных Нет в живых Никаких ответов Мы не получаем Мы получаем Только дикие цифры Для обмена Вот сегодня Опять-таки Было сказано Что всего 20 Людей Освобождены И за каждого По 50 40 60 Человек Надо освободить Причем Людей У которых Кровь Не по локоть А по Клечо Но и на это Израиль Был бы готов Потому что Для Израиля Задача Номер один Это Чтобы в Израиле Уже находились Все те Которые были Захвачены И даже Господин Сафаров Как вы считаете Когда Другая сторона Предлагает Так час По чайной ложке Мы отдадим Вам 20 человек Вы нам отдадите 200 или 2000 человек Это Реальный Фундамент Для ведения Переговоров Или же Это ставит Израиль В такую ситуацию Когда Военные думают Давайте мы Лучше мы продолжим Операцию По освобождению Наших заложников И не будем Никаких Дипломатических Я понял Суть вашего вопроса Вы знаете В данном случае Я поэтому И говорю О необходимости Прекращения Военных действий Введения Международного Арбитража Для того Чтобы было понятно С кем Вести переговоры И тогда Можно будет Совершенно Спокойно Заняться Уже Возвратом Этих заложников Насколько я Понимаю Позицию Хамаса Она заключается В том Что они готовы Этих людей Вернуть Хоть сейчас Но они требуют За это Чтобы прекратилась Бомбардировка Газа Нет Это не совсем так Они требуют Там целый Перечень вопросов Бомбардировка Это четкая Неправа Спасибо Что прокомментировали Это одна из составных Частей Того Что требует Хамаса Одна из составных Частей Понимаю Так ситуацию Поэтому Понимаете Если мы здесь Будем Как бы рассматривать Все с позиции Только Того Что Израиль Во всем прав Или наоборот Что Палестина Во всем права Мы никуда Не сдвинемся Здесь нужно находить Какую-то компромиссную историю Компромиссная история Заключается в том Что готова ли На сегодняшний день Можно ли сделать так Чтобы не было Там Палестина Или чтобы не было Наоборот Израиля Например Россия этого точно не хочет Поэтому Россия заявляет Давайте продумаем вопрос О двух государствах Здесь говорилось О том Вот Израиль Как помогает Можно я закончить У меня очень мало времени Россия не выступает В роли посредника Россия предлагает Вариант решения Он заключается в том Что нужно вернуться К границам С 67-го года Понимаете Дело в том Что не Арабы и террористы С которыми мы имеем дело Это жестокие Совершенно не люди С которыми нельзя Сесть за стол Переговоров Даже Израиль Идет на большие уступки И он готов это сделать Но все время идет Какая-то игра Это не игра Это человеческие жизни Вы назвали совершенно Неправильные цифры Об убитых в Газе Детях и взрослых Это какие-то совершенно Выдуманные цифры Израиль Ну посмотрите Дорогой Старается И делает все Чтобы создать Государство Палестинское государство Они не хотят Этого государства Я беру свои данные Международных источников Вот и все Понимаете Здесь вопрос заключается В чем Еще раз говорю Вот услышите Пожалуйста Сейчас То что мы слышим Мы слышим разговор Опять вражды Понимаете Там все террористы Все население Ирана Это вы госпожа Галендар Сказали Это террористы С таким подходом Решить эту ситуацию Дипломатически Мирно Не удастся Для какого-то момента Нужно проявить Некую мудрость Я уверен Что у древнего Очень мудрого Еврейского народа Этой мудрости хватает Давайте попробуем В данной ситуации Немножко остановиться Все вместе Мы снова Мы снова Говорим Все вместе Дэвид Мортон Хочу подключить Арабы террористы Я театрористы Это перебор Господин Галендар При всем Коллеги Прошу успокоиться Я хочу подключить Ваши соратники террористы Я не являюсь террористом Никогда не был Простите Коллеги Я хочу В данном случае Для меня равноудален Что Иран Что Израиль Я просто пытаюсь Найти вариант По которому Ни Израиль Ни Иран Не впадут В состояние Тотальной войны Я не хочу Чтобы в этом регионе Ядерные грибы Начали вырастать Спасибо большое Господин Сафаров Спасибо большое Госпожа Голендар Я хочу подключить Сына другого Я хочу Подключить Сына другого Великого народа Британского народа К дискуссии Который Хранит молчание Дэвид Мортон Скажите пожалуйста Есть ли Дипломатическое решение Нужно ли Прекращать Военные действия Даст ли это Какие-то плоды Или же Опыт показывает Что переговоры Ни к чему не приводят Люди Будут гибнуть И через несколько месяцев Не останется Ни одного заложника Пожалуйста В один прекрасный день Опять Дипломатия Будет играть Свою роль Почему она до сих пор Не сыграла С такой роль Потому что Ни одна из двух сторон Не особенно хочет Чтобы он сыграл Эту роль Потому что Есть все еще Впечатление У других Что они могут Добиться Своих целей Без переговоров Что они могут Улучшать Может быть Улучшить Свою позицию Перед этими Неизбежными Переговорами Так что К сожалению Придется Подождать Немножко Так что Главным образом Я В согласии С господином Сафроновым Хоть по крайней мере Мы достигли Какого-то Минимального Консенсуса В конце Этой передачи Увы Наше время Как я сказал Мерезиновой Она подходит К концу Сегодня Гостями Нашей передачи Передачей Время по Гримевичу Нулевой меридиан Были Бывший посол Израиля В Москве Ее преисходительство Дорит Гоэндер Политолог Эксперт Финансового университета При правительстве Российской федерации Руслан Сафаров Тоже политолог Профессор Израильского университета Бар-Илан Зев Ханин Бывший глава Вещания Би-Би-Си На Советские Союзы Страны Юго-Западной Азии Дэвид Мортон И в записи Независимый британский Журналист Рана Рахимпур Конечно Большинство Западных политиков Дипломатов Да и большинство Людей Надеются Что Израиль Оставит без ответа Беспрецедентную Атаку Ирана Честно говоря Надежды Судя по нашей Сегодняшней дискуссии Тают на глазах Но именно с надеждой на лучшее Я прощаюсь с вами До следующей недели В это же время В этом же месте И главное Мира Абсолютно всем Время по гримичу Время слушать И слышать Собеседника Редактор субтитров А.Семкин